Приветствую вас, дорогие мои зрители! Многие места в Риме остаются непройденные туристами. Может быть, из-за того, что мало времени на осмотр всех достопримечательностей, а их в Риме очень много. А может, что-то было оставлено на потом, чтобы вернуться в Рим второй и третий раз и посмаковать новые для себя места, изучая Рим со всех сторон. Мне очень приятно показывать вам новые места и прогуливаться по уже знакомым вам местам. Явнов вышла на станции метро Чирко-Массимо, и вот что сразу можно увидеть при выходе из метро. Раньше долина между Палатинским и Авентинским холмами отлично подходила для спортивных состязаний. По легенде, именно сюда основатель города Ромул пригласил жителей окрестных деревень в недавно основанный Рим, чтобы показать город и посмотреть на соревнования. Но на самом деле был задуман коварный план похищения невест для римлян – похищения собинянок. Ведь в Риме было очень много мужчин. Соседние деревни не хотели выдавать своих дочерей замуж за бедных, грозных и не умеющих завоевывать сердца мужчин. И все вокруг понимали, что Рим мог исчезнуть, если не оставлять после себя потомство. Так в историю вошла легенда, основанная на реальных событиях – похищения собинянок. Хотя никаких зданий и даже почти никаких развалин на месте Большого цирка нет, но он остается одним из самых главных достопримечательностей Древнего Рима. Сейчас здесь римляне и гости столицы лежат на траве, гуляют, занимаются спортом, очень часто здесь проводят концерты и праздники. А в Древнем Риме на этом месте находился Большой цирк и арена для соревнований. Вначале зрители, желающие посмотреть на соревнования, размещались прямо на склонах холма, прямо как сейчас. Постепенно появились первые постройки и трибуны. На трибунах даже была сделана специальная императорская ложа. Но если императору не хотелось долгое время находиться на солнце, он мог следить за соревнованиями из окон императорского дворца на склоне Палатин. Фундамент от императорского дворца хорошо сохранился. На арене Большого цирка проводили атлетические состязания, травли животных, иногда даже гладиаторские бои, так как Большой цирк появился раньше Колизея. Но основным соревнованием цирка все-таки же были колесничные бега. Их проводили 50 раз в год. В центре арены шел разделительный барьер. Его называли спина. Возница, человек, который управлял лошадьми, должен был развернуть свою упряжку вокруг спины. Обычно делали семь кругов. На старт одновременно выходили по 12 колесниц. Но не все, конечно же, доходили до финиша. Возница обвязывал вожжи вокруг своего тела, чтобы при необходимости тормозить лошадей всей своей массой. И у каждого возницы был нож для того, чтобы быстро обрезать вожжи при падении. И опять же, не каждый успевал его достать и спасти свою жизнь. Век возницы был очень короткий. Но самый удачливый возница становился героем. Большой цирк был великолепен. Последние состязания в Большом цирке проводились в 550 году. После этого камень с трибун римляне разбирали на строительство новых зданий. Я прошла вдоль Большого цирка и вышла на площадь Уста Истины. На этой небольшой площади находятся два античных храма прямоугольные и круглые, церковь и Уста Истины, или средневековый детектор лжи. Человеку, вложившему руку в открытый рот и сказавшему неправду, отсекали пальцы. Еще в 15 веке об этом упоминалось. Ну а в наше время к Устам Истины выстраивается очередь из японских и китайских туристов. Популярность Уст Истины приобрела после выхода фильма «Римские каникулы». Войдя в церковь, вы увидите узорный пол. Это гордость церкви Пол Космотеско. Огромные парфировые круги, видимо, получили, распилив огромную колонну. Темно-красный камень был невероятно престижным в то время. А некоторые колонны и стены сохранились еще с античных времен. Слева находится часовня святого Джованни Батиста. На алтаре хранится череп святого Валентина. И каждые 14 февраля алтарь украшают розами. Церковь Санта-Мария Инкусмидин – это церковь VI века с очень скромным убранством. Конечно, ее много раз реставрировали, но при реставрации старались сохранить ее первоначальный вид. Освящение в церковь попадает с окон, расположенных под крышей. В каждой церкви есть сувенирная лавка. Я знаю, что вы любите посмотреть, что там продают. А кто-то из вас, кто гулял со мной по этому району и заходил в эту церковь, покупал в этой лавке сувениры на память. Вот такие закладки для книг. Колокольня церкви Санта-Мария Инкусмидин – необычно высокая, почти 35 метров, и построена она из кирпича. Этот круглый храм был построен и посвящен Геркулесу-победителю. Храм был одним из первых зданий в Риме, построенных почти целиком из мрамора. Мрамор для строительства был привезен из Греции, и обработкой мрамора занимались тоже греки. В то время римляне еще не имели опыта работы с мрамором. Если обойти храм вокруг, вы заметите, что не все колонны одинаковые. Их реставрировали, но уже итальянским карарским мрамором. Храм стоит на подиуме. Это было сделано для защиты от наводнений, которые угрожали этому кварталу. Ведь река Тибр находится совсем рядом. Квадратный храм – храм Портуна – так хорошо сохранился, потому что его вовремя передали церкви. Она носила имя Святой Марии Египетской Армянской. Святая Мария – это покровительница кающихся грешниц. Где-то упоминается, что она занималась развратом профессионально за деньги, а где-то написано просто для удовольствия. Однажды в город, где она жила, зашли паломники. Мария решила отправиться с ними, чтобы найти новых друзей. Входить в храм с паломниками у нее не получалось. Невидимая сила отталкивала ее от входа. У иконы она поняла всю глубину своего падения. Раскаившись, еще раз попыталась войти в храм. И на этот раз успешно. Вернувшись домой, Мария отказалась от грешной жизни и остаток жизни провела в молитве. Пройдя прямо по улице, я вышла еще к одной достопримечательности, до которой многие туристы не доходят. Но я часто показываю ее в видео и туристам со смотровых площадок Капитолийского холма. Ну а если туристы выбирают маршрут «Контрасты Рима», то мы обязательно приходим к театру Марцелло. Проходим по этой же дорожке, а потом сворачиваем на тайные улочки. Попав туда, вы как будто проваливаетесь в другой век. Этот театр вам напоминает Колизей? Правильно! Вот только театр построили почти на сто лет раньше Колизея. И строительство его было задумано еще Юлием Цезарем, который хотел построить сооружение больше, чем построил его злейший враг Помпей. Помните из истории «Театр Помпея»? Когда мы гуляем с туристами по этому району, то я обязательно показываю остатки театра Помпея, которым в средние века были пристроены здания. А часть трибуны послужила фундаментом. Но вернемся к театру Марцелло. Театр Цезарь не успел построить из-за смерти. Строительством занялся уже Август, первый император Римской империи. Август продолжил начатое дело Цезаря. Работы были завершены в 13 году до нашей эры. Август посвятил этот театр любимому племяннику, сыну своей родной сестры Октавии, умершему в 19 лет после тяжелой болезни. Театр, как и задумывалось, стал самым большим в Риме. Он был построен из туфа и цемента. Каждый ярус театра был выполнен в разном стиле. Сейчас театр сильно разрушен, и рассмотреть эти стили очень сложно. А третий ярус не сохранился вообще. Его надстроили в средние века. Я сейчас показываю уже портик Октавии и изредка театр Марцелло. Но хочу закончить рассказ. В стенах театра показывали комедии, трагедии и танцевальные спектакли. Театр Марцелло функционировал 400 лет. Со временем нижний уровень театра оказался под растительностью и землей. В дальнейшем театр был крепостью, чуть позже арки театра сдавали торговцам и ремесленникам для торговли. К XIX веку практически половина первого яруса театра находилась под землей. И была откопана лишь в 1932 году при Муссолини, во время масштабной реставрации Рима. И можно сказать, благодаря Муссолини театру вернули его первоначальный вид. Арки очистили от торговых лавок, но средневековую надстройку, превращенную в жилое помещение, оставили. И там до сих пор живут люди. Еврейское гетто в Риме – очень колоритный район Рима. Когда провожу экскурсии в этом районе, то всегда советую вернуться сюда на обед или ужин, ведь здесь готовят самые вкусные артишоки в Риме. Сейчас я направляюсь в сторону площади Торре Арджентина, где был убит Цезарь. А сейчас на античных развалинах находится приют кошек. Приют кошек открывают для посещения в 12 часов. И каждый желающий может спуститься туда. Но вот почему-то снимать там строго запрещено. Но мне удалось снять для вас несколько кадров. Котам здесь живется очень хорошо. За животными ухаживают, кормят, лечат и делают прививки. А потом они гуляют по древнеримским развалинам и лениво потягиваются. За котами можно понаблюдать с высоты, а можно спуститься вниз. Подхожу еще к одной достопримечательности Рима – к пантеону. Его трудно пропустить. Он такой огромный. Но сегодня покажу его вам с другой стороны, так как многие из вас не обходят его вокруг. А именно здесь можно рассмотреть стены храма, которые были облицованы мраморными плитами. Так выглядит пантеон «Храм всех богов» с площадью Минервы. А это слоник Бернини. Но чем вам не открытка? Заходить в пантеон не буду, уж много раз я вам его показывала, а сверну сразу на римские улочки. Покажу вам немного атмосферного Рима. Прогуливаясь по улицам, можно встретить настоящую сказку. Каждый уголок живет своей жизнью. И у каждого своя неповторимая атмосфера. Выбирайте понравившееся вам место, присаживайтесь, обедайте, ужинайте или заказывайте аперитив. Пусть в вашей памяти останется только самое лучшее и прекрасное о Риме. Стоит один раз приехать в Рим, пройти по его неповторимым улочкам, и вы навсегда останетесь в его плену. Возвращаясь домой уже в самолете, вы начнете чувствовать тоску по вечному городу. Начнете искать объяснение этому внутри себя, и в оправдание скажете, что что-то не успели посмотреть. А на самом деле это уже тоска по любимому городу, по узким улочкам, по шуму сосен и фонтанов. И у вас появится желание еще раз вернуться в Рим, чтобы продолжить знакомство с вечным городом, но уже без суеты, смакуя каждую его деталь. Второй раз вы приедете в Рим с чувством, как будто вы дома. Субтитры сделал DimaTorzok Эту достопримечательность не пропускает ни один турист. Мы с вами на площади Навона. Даже если вы уже были здесь и не раз, то все равно хочется сюда вернуться. Хочется увидеть самую барочную площадь Рима утром, когда здесь тишина и все жители спят. Хочется заглянуть сюда во второй половине дня, когда здесь много народу, и вечером, когда включают освещение. Кому-то нравится посидеть у фонтанов, послушать шум воды. Кому-то хочется рассмотреть подробно работу Вернини фонтан четырех рек. А кто-то с удовольствием поучаствует в уличных шоу. В середине 17 века папа Иннокентий X из рода Памфили решил построить на площади Навона, где находился его семейный дворец, третий фонтан, но грандиознее тех, что уже были. Легенд, как проходил конкурс на проект фонтана, очень много. Так вот, поговаривают, что Бернини, не принимавший участия в конкурсе, все же нарисовал проект фонтана и изготовил модель, которую подарил Олимпии, невестке папы римского Иннокентия X. И его проект был выбран. Расходы на фонтан четырех рек оказались так высоки, что пришлось ввести налог на хлеб и в то же время уменьшив вес буханки. Горожане и так не любили Олимпию. Она была очень жадная женщина. А тут еще и налог на хлеб. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 Продолжение следует... Во время карнавала даже на говорящую скульптуру Паскуина одели маску. Продолжение следует... До новых видео, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok